Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Всем привет! Сегодня, знаете, я хочу рассказать о том, для чего вообще еще я создаю свой блог, да? Блог, ну, для меня, да, он правда является какой-то некой такой защищенной территории, то есть, где я могу полностью выразить свои, ну, свои цели, свои эмоции, да, причем это можно делать каждодневно, желательно, да, как записывать историю своей жизни. Буду стараться. На сегодняшний момент я хотел сказать, что я нахожусь на шестом дне голодания. На голодании полном, то есть, на воде. Да, три из этих дней голодания я проводил сухую, что это означает? То есть, без воды, без всего, да? Конечно, мне было и счастье, и было, и счастье тяжело. Я вот еле до этого кресла дополз. Но знаю, что когда организм так себе реагирует, да, он лечится, он всегда лечится, вот через такие обострения, вот через такое состояние, да, и все это ради чего? Ради того, чтобы когда ты будешь выходить, выходить правильно из голодания, да, ты испытаешь некое чувство, чувство как в детстве, то есть, такое первородное ощущение мира, если так можно сказать. И это круто. И люди, которые это испытали, большинство людей возвращаются к этому обратно. А мне, да, вследствие того, что и диагноз такой неизлечимый для официальной медицины поставили, это еще и необходимо. Ну, и кроме того, как необходимо еще вот это чувство, что хочется, да, испытать некие ощущения жизни, то есть, некую радость, да, потом. Вот от самого малого, да, то есть, от глотка там высоко. Ты уже как ребенок, там, рад, и на мир ты смотришь по-другому, это некое другое ощущение, так круто. Вот. И с... И с этой целью, да, многие люди уже становятся как голодоманы, вот как мой друг, да, там, из Великого Новгорода. Ну, какую цель я себе поставил? Да, целью, конечно, чтобы мне было полегче, чтобы мне так этот тремор не мучил, и еще другие проблемы. Вот. И, понимаете, еще когда ты находишься на вот этом голодании, ты еще живешь вот этой, еще больше надежды, надежда, что тебе станет лучше. И это круто. Пускай даже вот тяжело-тяжело, невыносимо-невыносимо, да, но ты идешь, ты идешь к своей цели, и ты, знаете, можно сказать, чувствуешь себя мужиком. И круто, что это можно вот описывать в блоге, и постоянно свои эмоции, потом пройдут годы, и смотреть можно это, вспоминать. И это классно. В общем, я благодарю вас за внимание, и спасибо вам. Спасибо, что меня слушали. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok